Уже в десятый раз в Краснодарском крае проходит ежегодный конкурс среди организаций, прямо или косвенно занимающихся военно-патриотическим воспитанием граждан, на приз имени маршала Жукова. Славянский район традиционно по итогам этого соревнования показывает хорошие результаты. Не остались без наград славянцы и в этом году. На торжественной церемонии награждения, которая прошла в городе Тимошевске, побывали наши корреспонденты. Кроме сюжета о мероприятии, они привезли с собой благодарность губернатора Кубани. Итоги конкурса имени маршала Жукова за 2017 год подвели в Доме культуры Тимошевского района. Лейтмотивом всех концертных номеров, которые тимошевцы подготовили для гостей, была военная и патриотическая тематика. Ведь в зале собрались люди, для которых работа в этом направлении является ежедневной заботой. Среди гостей были представители ветеранских организаций, патриотических клубов, образовательных учреждений, учреждений культуры и многие другие. Всего конкурс предусматривает 18 номинаций. В прошедшем торжестве приняли участие делегации муниципалитетов Краснодарского края. Славянскую делегацию возглавил заместитель главы района по вопросам казачества Александр Заволока. В пресном слове заместитель руководителя департамента по делам казачества и военным вопросам края Валерий Коначевский отметил, что стремление молодёжи Кубани становиться защитниками Родины, подтверждаемое цифрами ежегодного призова в армию, это результат работы каждого присутствующего в зале. Данный конкурс проводится только у нас, в Краснодарском крае, и в одном другом регионе он не проводится. Этот факт подчеркивает значимость, которую предъявил глава администрации губернатора Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев в вопросах военно-патриотического воспитания, населения и особенно для призывной молодёжи. Наша главная цель – это формирование нравственно-здорового сверного контингента Кубани, желающего и готового с честным достоинством выполнить свой конституционный долг по защите военной службы и защите Отечества. Валерий Коначевский также является зампредседателем Краевой конкурсной комиссии. Он вместе с председателем Краевой общественной организации памяти маршала Жукова Вячеславом Головко провёл церемонию награждения. С 2018 года общественной организации памяти маршала Жукова принято решение победителям конкурса в качестве подарка вручать памятную статуэтку. «За первое место вручается бюст маршала Жукова. Здесь даны шильдики, где описан путь маршала Жукова». Один из этих 18 ценных подарков отправился в Славянский район. Его обладателем за первое место среди среднепрофессиональных учебных заведений Краснодарского края стал Славянский электротехнологический техникум. «Мы не первый раз становимся победителями этого конкурса, являлись также призёрами. Я хочу сказать, что мы учим самым мирным на земле профессиям растить хлеб и строить дома. Но делать это может только человек, который безгранично предан своей родине, любит её, чтит память предков. Именно на это направлена деятельность всего нашего педагогического коллектива. Эта победа не только результат деятельности нашего образовательного учреждения. Хотя, безусловно, не могу не сказать, что идейным вдохновителем всего этого движения на базе нашего техникума является руководитель военно-патриотического клуба «Вымпел» Лехов Игорь Викторович. Но только совместная работа вместе с муниципальным образованием, вместе со славянским отделением «Кубань-патриот-центра» позволяет нам добиваться таких результатов. Оценили при подведении итогов краевого конкурса и работу по военно-патриотическому воспитанию, проводимую нашей телекомпанией. Мы вместе с ещё 18 печатными и электронными СМИ-края отправили на конкурс свои работы. Результатом чего стало попадание славянского телевидения в тройку призёров. Всегда приятно получать награды. Вдвойне приятнее, если это награды за вклад в военно-патриотическое воспитание молодёжи. В преддверии месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы наша телекомпания обязуется делать ещё больше патриотических сюжетов и делать их ещё интереснее. Мария Климова, Александр Косицын. Программа «События». Редактор субтитров А.Сёмкин